Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Каждую неделю меломаны всей планеты Земля с удовольствием ждут эту программу Они собираются и наконец-то в 6 вечера в четверг они дожидаются программы концертный зал Здравствуйте, дорогие друзья, в эфирной студии Александра Хайрулина Роман Шахов, добрый вечер, мы вас искренним приветствуем И, говорю по правде, с радостью сообщаем Сегодняшний концертный зал имени Ромарио Добрый вечер всем Здравствуйте, друзья Группа Ромарио, фронтмен группы Отец-основатель, я вообще люблю все слова Роман Луговых Рома, мы очень тебе рады Мы рады вдвойне, что ты пришел с группой вместе А все знаешь почему? Почему? В этой студии твое имя упоминалось очень много раз И это все на секундочку такие имена известные Как музыкант Александр Иванов Валерий Сюткин, поэт Владимир Вишневский И не просто упоминали о тебе, а говорили всегда восхищаясь твоим талантом Это, кстати, сюрприз Поэтому, честно скажем с Ромой, конечно, мы ждали происшествия тебя и твоего коллектива И даже Сан Саныч Шевченко сказал, конечно, Ромарио Конечно, это круто Поэтому мы, конечно, будем рады с удовольствием и познакомиться с тобой, послушать повнимательнее твои песни Но сначала просим представить коллектив С удовольствием это сделаю Справа от меня, посмотрите, вот эти очки, борода Самый холостой участник нашего коллектива Разбиватель женских сердец Колямба Колямба! Близкий друг-соратник Слева на бас-гитаре, на самом неслышимом для простых людей, для простых смертных инструменте для вас сегодня играет Артем Вячеславович Сергеев Это самый пожилой участник нашего коллектива Добрый вечер! Заслуженный! А что касается женатости? Приглашаю всех в клуб Он тоже холостой, но не самый, да Какой клуб, но не самый Я уже нельзя в клуб Я праздную свое 50-летие в клубе Подвал-2 Ну, видите, Тёме будет 50, а так и не скажешь, да Потому что выглядит на все 60 Да вы что? Правда, в жизни не дашь такой возраст Мы шутим, да, только на 60 Ну и, как видите, на чем сидит На чем приходится сидеть На колонке Как говорят врачи в больницах Единственный пассажир своего судна Александр Фомин Кахон, перкуссия Обаятельные улыбки И все остатки нашей скромности Вот в нем Саша Замечательный квартет Ну и тогда давайте покажем сразу Класс Уже в деле Хорошо В счастье верим, как в лото Ловим в утреннем тумане Ищем в пятничном шалмане В трезвом снех, мельном романе Самолетами авто Нас куда-то вечно манит И не ведает никто Счастье прячется в кармане Прошлогоднего пальто Ты вернешься в мой неприбранный дом Жаль, не знаю когда Слезы радости я скрою с трудом А прощу без труда Ты вернешься, как на теннисный форт Наших вечных обид И увидишь, что твой личный рекорд Был никем не побит Ты ушла за счастьем В беззаботные края Но не обольщайся Твое счастье Это я Ты ушла за счастьем Только я не стал Сжигать мосты Просто возвращайся Мое счастье Это ты Ты вернешься Из богатых краев В экономный режим Но зато мы абсолютно вдвоем Целый день Пролежим И пускай ты уходила грубя И пускай я грублю Ты вернешься Я же знаю тебя И безумно люблю Ты ушла за счастьем В беззаботные края Но не обольщайся Твое счастье Это я Ты ушла за счастьем Только я не стал Сжигать мосты Просто возвращайся Мое счастье Это ты Ты ушла за счастьем Только я не стал Сжигать мосты Просто возвращайся Мое счастье Это ты Просто возвращайся Мое счастье Это ты Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Как человек философствующий, думающий, ты можешь уже сформулировать и сейчас нам рассказать. Ох, я столько раз тоже себе формулировал какие-то моменты, их замечал. И когда нужно, стрессовая ситуация, когда спрашивают, смотрят, и тут все горит, и все вылетает из головы. Ну, естественно, естественно, я, конечно, не объективен, потому что я так как-то умудрился создать, устроить свою жизнь. Почему? Как-то это очень инкубаторно. Я общаюсь только с теми людьми, с которыми я хочу общаться. Я делаю только то, что я хочу делать. И всю жизнь занимаюсь. Мы только поем песни, играем музыку, сочиняем. В общем, как-то нам удается, хоть это и нелегко, но вот не ходить на работу, например, это очень важно для счастья. Чувство свободы какой-то. Да, мы приехали в Москву, мы живем в центре Москвы. Это тоже важный момент. Это тоже нелегко был какой-то момент, но вот мы так устроились всю жизнь, то есть нужно, выходя из дома, видеть те улицы, от которых ты получаешь удовольствие. И сразу какое-то вдохновение, Ром, правильно? Конечно. Каждый день, 9 лет вот я выхожу и вижу вот то, что я вижу, и это не надоедает. Я каждое утро думаю, слава богу, что вот так, спасибо, спасибо большое. Потом еще есть жена, дети. Ой, мы поговорим о семье, чудесно обязательно. Ну вот это же вообще отдельный мир, который без всего этого, это вышеперечисленного только одного, вот выше, конечно, хватает. Поэтому очень все так концентрировано. Ну и плюс, чем дальше живем, тем еще какие-то появляются новые аспекты нашего счастья. Вот, и очень, она очень хрупкая, но мы очень бережно к нему относимся. Ром, скажи, пожалуйста, как тебе удалось, будучи, вот ты и сейчас молодой человек, конечно, но тогда, когда тебе удалось связать связи с такими известными артистами уже, такими волками, шоу-бизнесом, мэтрами. Да, как тебе удалось их зацепить, как тебе кажется, чем ты их зацепил? Только одним. Вот в диком, а вы знаете, Ромарио, ну уже все, с твоим именем просто на устах. Уральский самородок, Ром. Да, была у нашего уральская интеллигентная наглость, во-первых, в основе всего, потому что мы так очень застенчивы, но напористы. Обрабатывали, ну не то, что обрабатывали, но какие-то вот первые шаги делали в Москве тогда. И, собственно, первый был Александр Иванов и группа Ронда. Они в 2007 году, уже 10 лет назад, взяли около 20 песен в работу. И они 9 песен легли в основу вот их последней пока что пластинки, которая называется «Это был я». В частности, песня «Это был я», которую я уже специально писал для Саши. Вот, а дальше уже так все потихонечку. Мне повезло в том, что почти все кумиры моей юности... К тебе обратились в итоге? Иначе стали... Ну, у нас какие-то стали близкие приятельские отношения, и более того, мы еще и в творчестве что-то сделали. Валерий Тесеткин вообще цитирует тебя? Он прям цитирует твои стихи, он цитирует... Как классика? Вот это вам удивительно. Я не был готов. Я просто обычно, скажу честно, мы когда приходим на эфиры, то мы полпрограммы что-то доказываем, объясняем, кто мы такие. Потому что, ну, у нас нет как бы в информационном пространстве. Мы существуем, опять же, в своем таком микро... Это намеренно, нет? Да нет. Мы с удовольствием этим занимаемся всю жизнь, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Поэтому, нет, в смысле, этим занимаемся, музыкой. Но мы, естественно, никаких не делаем шагов в сторону. Какого-то большого продвижения не делаете. Ну да, мы, опять же, с удовольствием. Вот сами все ресурсы, которые у нас есть, наши жизненные, используем как можно. У нас главный ресурс — это писать хорошие песни. И с недавнего времени появился второй ресурс, очень важный, — это играть хорошие концерты. Потому что, когда мы 5 лет назад посоединились снова с нашим каноническим составом уже в Москве... С Екатеринбургским составом, да? Да, мы все из города Екатеринбурга, все с 2003 года общаемся, где-то вот так вот в разное время играли. Потом вот на время нашей Москвы. Мы одно время переехали, но... У каждого свой путь был какой-то. Да, да. Я очень много как раз занимался тем, что писал для кого-то. Коля очень много на студиях работал. Ребята в разных музыкальных проектах участвовали. И когда уже какая-то база формировалась, там вот появились хиты исполнения других артистов. То есть на основе этого мы снова собрались и стали играть концерты. И через какое-то время вышли на определенный уровень, ниже которого тоже сейчас не можем, естественно, опускаться. Не имеем права, потому что это тоже, это как наша песня, наши визитные карточки. Больше у нас нет ничего, только песни и концерты. У вас даже нет клипов. А как же вот, если хочется телерадиоканалу, что-то поставить в эфир? У нас есть клипов 16. Или это концертные записи? И клипы тоже, конечно. Потрясающе. Донесите это, что нужно. Ну, а теперь следующий номер нашей музыкальной программы. Давайте, раз уж мы заговорили про Валерию Сюткина, то мы не можем не спеть, конечно же, одну из наших визитных карточек. Это благодаря Валерию Миладычу эта песня попала, ну, в миллионы утюгов нашей страны и получила различные музыкальные премии. И вот я благодаря этой песне тоже определенную узнаваемость уже хотя бы в профессиональной среде получил, там, чуть-чуть больше, чем была до этого. Тогда тоже, раз уж, знаете, я сегодня стихами буду предварять какие-то песни. Да, с удовольствием послушать. Это будет единственный стих не моего авторства, потому что стих Александра Абрамовича, друзья нашего легендарного магистра-знатока, случайно меня затащили к нему в квартиру, потому что я гулял по Питеру со знакомым, потому что он попросил, когда узнал, что я тут, чтобы позвали, потому что у него есть стих, который он хочет мне прочитать. И когда он мне прочитал, я говорю, а можно я его выучу и буду читать, потому что, ну, так все совпало с этой песней, что это стало уже полноценным эпиграфом. Итак, стих Александра, друзья, точнее, эпиграф песни, которую вы наверняка все знаете и услышите сразу же после того стиха. Он повстречал ее в Москве, ах, что за глазки, что за губки, красотка сотовый, дай мне, она дала свой номер трубки. Он стал застенчив и нелеп в кафе в Арбатском переулке, икрой ей мазал белый хлеб, хотя она простила булки. Он часто в Питер приезжал, с букетом приходил нарядным и долго у подъезда ждал, хотя она ждала в парадном. Свидание кратко забыть ее, и снова ждет его вагончик, он пышкой называл ее, а назвала его мой пончик. Свершилось, брак их заключен, и жизнь их превратилась в сказку. Он даже стал носить бадлон, она надела водолазку, медовый месяц в балагом, средь каменно-кирпичных дебрей, где у дороги за окном с бордюром сходится поребрик. У твоей Москвы и его Невы стало общее что-то, наверное, вы. Ты светла, он хмур, в споре двух культур. Он опять за поребрик, а ты за бордюр. Ты не видела белых ночей из сторон Петрограда. Он не знает хитровских дворов и булгаковских мест. Он не сможет тебя никогда проводить до парадной. Да и ты не узнаешь, какой в его доме подъезд. Но у твоей Москвы и его Невы стало общее что-то, наверное, вы. Ты светла, он хмур, в споре двух культур. Он опять за поребрик, а ты за бордюр. Ты услышишь, как нежно звучит Мариинская арфа. Он увидит иного Малевича в светлых тонах. Ты привыкнешь зимой согреваться зенитовским шарфом. Он пройдет по Дворцовой в твоих красно-белых штанах. Ведь у твоей Москвы и его Невы стало общее что-то, наверное, вы. Ты светла, он хмур, в споре двух культур. Он опять за поребрик, а ты за бордюр. У твоей Москвы и его Невы стало общее что-то. У твоей Москвы и его Невы стало общее что-то. Конечно же вы, ну конечно же вы. Конечно же вы, ну конечно же вы. Конечно же вы. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Друзья, и сегодня мы ведем речь с лидером и участниками команды «Ромарио», которая в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Здравствуйте. Ведем разговор, и, конечно, мы срочно хотим всем сообщить радостную новость о том, что вот сейчас, конечно, они смотрят на группу «Ромарио», слушают, все чудесно, но ведь живое присутствие в зале это гораздо круче, и нам завидуют многие сейчас. Так вот хочется сказать, что будет, друзья, возможность у вас посетить концерты 30-31 октября. Ром, расскажи, пожалуйста, ты подробно. Да, у нас будет два таких больших ванна для нас концерта в театральном центре на Страстном, такой зал сидячий. Мы играем программу, которая называется «Симфонический квартирник». Наш такой экспортный товар, мы очень им гордимся. Вместе с нами еще на сцене струнный квартет «Аристократ». Это четыре девушки. Как отремелись. Альт и Аланчель, фортепиано. И впервые мы еще внедрили во всю нашу историю театральную драматургию. И театральная студия 307 – это выпускники школы Константина Райкина. Они еще готовят определенный сюжет. На некоторой песне будет появляться одна любовная история. И это все будет такой синтез всего-всего. Получается стихи, музыка в струнно-акустической, эстетской. Театрально-музыкальной. Плюс еще добавляется драматургическое действие. Музыкальный спектакль такой. Да, музыкальный спектакль. Можно так тоже сказать. 30-31 октября театральный центр на Страстном. Я знаю, по-моему, на 30-е там уже билетов не осталось. А 31-е еще есть. А где же посмотреть, Рома? Ну-ка посоветуй. В кассы. Что? В кассы, да. Они точно есть. Я знаю, что «Аншлаг Москва» – это агентство, которое продает наши концерты. Вот у них точно есть. Я вот сегодня заходил, проверял. Потому что, когда они так стали быстро заканчиваться, то я сейчас каждый день захожу, кому-то рекомендую, скидываю эту ссылку. Вот точно есть на «Аншлаг Москва». Ну, тут можно это загуглить легко или заиндексить. И там посмотрите, какие-то билеты еще есть. Скажи, пожалуйста, а вот эта история театральная, она тебе стала интересна уже, я так думаю, посетив, возможно, подобные мероприятия у Валерия Юсеткина? В частности, у него тоже. Он тебя сподвиг тоже, да? Вдохновил на подобные мероприятия. Восторг, наверное, да? Да, Восторг был на той же самой сцене театрального центра на Страстном. И тогда я понял, что если переносить наш формат симфонического квартирника, у нас изначально его главный был прикол в том, что мы играли в очень маленьких помещениях, куда невозможно было попасть на 50 человек, но там по 2-3 дня. И такой искусственный ажиотаж создали вокруг этого всего. То есть на сцене было народу не очень, ну, примерно столько-столько в зале. И там все сели на головах, и мы когда решили уже на большую сцену вот эту всю историю выводить, то как раз благодаря Валерию Юсеткину и его спектаклю, я ходил на второй день, я увидел, что хотелось бы, да, здесь, пожалуй, можно было бы это все сыграть. Кстати, мы все тоже в центре, я вот так сказал, очень люблю, недалеко от меня, от дома, чтобы дойти. Ой, это вообще красота, это просто красота. Следующая песня, она будет в этой программе? Обязательно, она, кстати, будет уже со скрипками, это наша такая программная, конечно же, песня. После Москвы-Невы очень многие наши земляки, уральцы стали писать или просто спрашивать и упрекать, а почему вы не воспели малую родину? Это самая вкусная ваша песня, видимо, о ней идет. Да, потому что, ну что такое, чем уральц, а отличается от неуральца, уральц все время хочет пельмени, даже когда он не хочет есть, вот, и это, конечно же, легло в основу. Я думаю, что у вас гримерка запах пельменей прям такой ставится. Да, 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 аппетит у нас разыгрался, давайте смотрим, слушаем. Раз, два, три, четыре. Мы, ребята, уральских кровей, там вся правда по праву правей, майонез там жирней, молоко там парней, там гораздо приятней держаться корней. Мы, ребята, уральских кровей, там кривая, два раза кривей, тверже гордых камней, там породы парней. И поэтому наши девчонки, верней, каждый день, глядя в лицо продавца, пельмень требуют наши сердца. Пельмень требуют наши сердца. Мы, ребята, уральских кровей, там не знают глагола трезвей, и с утра мы мертвей, но и сердцкий портвейн воскрешает надежно своих сыновей. Мы, ребята, уральских кровей, там здоровье, у всех здоровей, там горчица острей, там перчится быстрей, там вода, да, 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 закипает быстрей. Каждый день, глядя в лицо продавца, пельмень требуют наши сердца. Пельмень требуют наши сердца. Пельмень, мы ждем пельмень. Мы, ребята, уральских кровей, мы, ребята, уральских кровей. Мы ребята уранских рабеев Мы ребята уранских рабеев Студия 89,9 Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Они угощают нас хорошей музыкой Команда «Ромарио» сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» Спасибо И что я подумала, Рома, как ты считаешь, правильно, что ты усадил своего зрителя в зал театральный? А как они усидят? Я понимаю, что это будет крайне сложно Потому что хочется двигаться, хочется вставать Особенно при пельмени, вот это мы ребята, хочется раскакать и прыгать Это определенный позитивный гимн, мне кажется Ну мы часто выступаем и в клубах, естественно А, ну понятно, да Так что такая возможность тоже представится, да, кто захочет Конечно, иногда хочется вот в сидячем зале с максимальной концентрацией внимания В стихии почитать, а у вас что-то лирическое спеть Ну ты, конечно же, чувствуешь, наверное, эту большую разницу Если это клубная площадка или это театральная Даже по энергетике То есть театральная она какая, скажешь, намоленная что-либо еще? Или как это выразиться? Нам, конечно же, несмотря на то, что мы тут все молодимся Рокенролл играем Но лично мне, конечно же, ближе к сидячей залу Опять же, именно когда есть внимание По-другому все это воспринимается Потому что, ну есть какие-то песни, я знаю Есть какие-то стихи, где все-таки нужно немножечко Ну, чтобы никакие внешние факторы не отвлекали Потому что когда в баре, там, раз в какой-то момент Какая-нибудь песня, ты подводишь к этому 37 минут, вот ты вот к этому, может быть, главный момент Что-нибудь кофе начинает за баром делать в этот момент Или что-то происходит И все рушится Да, весь процесс Отвлекает То есть там, конечно же, мы больше играем Что-то более такого веселого и танцевального А копицеры, песни же такие есть Ну и такая более сбалансированная, получается, программа И такая более репрезентативная То есть там можно разные грани нашего творчества Слышать, увидеть В сидячих программах Ромочка, а вот производительность труда у тебя какая? Потому что у тебя накопилось Там 40-20 песен, да? Сколько это? В день или в неделю? Раньше была выше Потом с годами производительность уменьшается А почему? Времени не урон И времени меньше, да Но качество, я считаю, что растет Требования к себе И требования, конечно же Я раньше мог по 2-3 песни за день написать Вот сейчас люди слушают и думают, сколько же ему лет Наверное, там точно подпал тос, а то и больше Только полтинник, только Артем Вячеславович Приглашаю всех Решающий респект, да 32 года, да? 32, да Так вот, раньше это когда было? 32 это норма, да? В 20 лет далеко, да Тогда писалось хорошо, а сейчас? Качественнее, но меньше Я пишу с 8 лет вообще песни Что-то такое, что можно уже назвать песнями Что, например, мне не стыдно спеть на каких-то концертах дружеских Это лет 15 уже, 16 было написано И вот с того времени, если вести отчеты Это на самом деле, там 16 лет творческой деятельности Ну да, это конечно Творческой деятельности Ну вот, я говорю, что раньше я писал прямо Ночами писал и писал и писал А сейчас только по зову, не знаю, чего А сейчас подписываю, да? Скажи, пожалуйста, твои кумиры в то время, когда ты начал писать Ну, стихи, наверное, это благодаря маме, да? Все-таки мама филолог, и вот она ли приучила тебя? Расскажи, наверное, благодаря родителям Потому что как-то у нас было принято, да? У нас было много книг со стихами Потом мне на день рождения, маме на день, друг Тоже филолог подарил книжку Леонида Филатова Стихов Леонида Филатова Федот Стрелец или... А там еще помимо этого было... Сборотрех апельсинов Да, ну там просто было много таких обычных Вот такой неизвестный Филатов Вот очень много каких-то пародий Ну, вот и я... Вот мне этот слог настолько был близок Я прям выучил ее наизусть, зачитывался И он уже открыл, так у него были пародии Для всех, например, шестидесятников Он уже открыл для меня эти имена И я стал благодаря ему читать шестидесятников А там уже... Ну, это все как-то уже пошло Параллельно в музыке Какая правильная школа и база Машина времени, да? Это то, что знают все, да? От нее, там, если слушать отдельно, там Маргулиса и Макаревича Можно уйти там в сторону Максима Леонидова, Алексея Кортнева Ну, то есть, как бы, это все-таки... Но ты уже называешь тоже всех своих друзей Митяев На сегодняшний день Отдельно, да Отдельно есть мир авторской песни Которую я тоже, мы безмерно уважаем Более того, мы, например, в этом году Мы на фестивалях авторской песни Сыграли в десять раз больше, чем на рок-фестивалях Мы почти что перестали на рок-фестивалях выступать А вот Олег Митяев, Алексей Ивашенко Сергей Трофимов Виктор Третьяков Виктор Третьяков Это вот все... Люди, которые пишут прекрасные стихи Мы как бы с ними, конечно же, делаем одно дело Просто уже в разных обрамлениях Но все равно мы также все... Мы уделяем большое внимание работе со словом Ну давайте уделим сейчас время, конечно, музыкальной части нашей программы Группу Ромария, друзья, в программе «Концертный зал» С радостью слушаем А давайте мы споем очень нашу раннюю песню Это первая песня, которую мы с Колямбой совместно написали Я ее вот придумал... Придумал основу, стихи И мы с Колей два месяца допридумывали уже гармонические решения И, видимо, так мы сильно постарались, что она до сих пор жива в нашем репертуаре Это наш такой концертный хит Но ее никогда не было ни на нашей эстраде, ни в эфирах, в родинах Никогда не было, да Я считаю, что это за агрессивную пропаганду гетеросексуализма Но мы вот так вот иногда собираемся Нам иногда дают такую возможность И мы, конечно же, очень рады И сейчас споем эту песню Свежие новости Хрустом газеты С чаем дополнили Дня аромат Ты еще спишь Ты мила и раздета Я же укутался в мягкий халат Но это не секс в большом городе Это любовь в маленькой комнате Утро не утро Без мудрых суждений Чая, халата, газетных полос Как же я жду твоего пробуждения Чтобы спросить у тебя, как спалось Ведь это не секс в большом городе Это любовь в маленькой комнате Это любовь в маленькой комнате Я разбужу поцелуями в шею Самую главную радость мою С каждым мгновением ты хорошеешь Я обещаю тебе и пою Что это не секс в большом городе Это любовь в маленькой комнате Это не секс в большом городе Это любовь в маленькой комнате Это любовь в маленькой комнате Это любовь в маленькой комнате Да, друзья, у нас тоже здесь прям такая любовь в настоящей маленькой комнате Где-то сейчас аплодирует Сара Джессика Паркер Большой ей привет Она слушает, смотрит нас через интернет Представляете, в какие времена песни была написана? Во времена рассвета сериала Год 2003 или 2004 Ну, между прочим Она, мне кажется, актуальна абсолютно всегда Если биографы Ромарио не обманывают То именно работая над клипом Для этой песни он встретил Самую главную радость свою Имеешь в виду супругу? Конечно Маргариту? Да, это правда У меня был жесточайший кастинг Двухмесячный Потому что первые два клипа Вот это уже была наша московская история Мы снимали, опять же, кстати, с помощью Александра Шевченко Которого вышел помянутым Волшебника Шоу Который, да, какое-то чудо совершил И снял нам два клипа Когда мы только переехали Вообще он очень нам помогал Первый год в жизни Ну, папа попросил? Он такой Ну, что значит, папа попросил Хотя, да, они, конечно, были знакомы с папой Со времен, там, еще вот Работа на радио Радио 101 Помните, такая была радиостанция? Вот Мы много кого, знаете, просим Каждый день Как будто с просьбами обращаемся Но почему-то именно Сан Саныч Да Срезонировал И именно эта песня, кстати Как раз я попомню, что я приехал в Москву Показал Вот И он так на меня поставил Ну, ты когда готов переехать? Я говорю Вот Хоть завтра Вот И мы начали с ним работу И как раз С очень хорошим режиссером Виктором Придуваловым Решили снять видео на эту песню Вот И там был большой кастинг Режиссер известный Клип планировался такой Значит Знаковый И где-то, по-моему, тысяча девушек пришло Тысяча? Тысяча девушек, да Но я сказал Нет Так дело не пойдет Должна такая вот быть девушка Что вот прям вот жизнь Можно было прожить Она не моделью должна быть Вот просто Обычная Классная настоящая Красивая девушка Я говорю Я сам ее найду Вот Два месяца На меня как на идиота И как ходил По улицам ходил И наук по улицам Всех спрашивал Не было развитых соцсетей Так сильно То есть кто-то мне показывал Какие-то фотографии Я встречался там С сестрами друзей На меня потом обижали Что я так как-то там Даже никак не рецентировал Наши встречи Ну потому что Уже встретился То есть все было В таком аналоговом режиме Сделано И потом наша близкая Подружка Общая Света Примакова Говорит А вот А вот Рита Я говорю Вот она очень похожа На ту девушку Которую Вот да Маргарита Королева Маргарита Королева Да И мы встретились Пообщались И мы стали Как-то общаться Тут же я вот Ну стал Лоббировать ее Роликлипами Сказали конечно же нет Потому что есть режиссер Девушку уже выбрали Я говорю Я так не могу До сих пор Я должен все контролировать Я должен отвечать за это Нет Как она Я не могу с ней сниматься И в общем Эта девушка За три дня До съемок Ломает руку Боже мой Это такая мистическая история Да Я к этому не причастен Ну по крайней мере физически И Тут же Вот берем Риту И мы уже вот 10 лет И друзья Первый поцелуй Ромы и Риты Запечатлен в клипе Не обязательно посмотрите Да Мы снимали на пленку Дубли было всего лишь два У нас не было возможности Много раз это снимать Мы очень стеснялись Потому что Мы вообще Наш первый настоящий поцелуй Там произошел Через два или три месяца После уже вот Вот съемок У нас долгий был Ухаживание А тут нам пришлось И вы так Давайте еще раз Хотя бы Как-то И вот этот момент Он есть Он запечатлен И в клипе Там на какой-то Третьей минуте После программы Ребята Сможете пересмотреть Посмотрите Ромарио Песни получается Вот долго и мучительно По два-три месяца Мы сидим Работаем И Но результатом этого Происходят песни Которые как-то так Остаются вот сразу же В репертуаре Уже нет права на ошибку Эта песня называется Без варежек Ее тут же Взял себе в репертуар Наш любимый Валерий Миладович Сюткин И она благодаря ему Попала во все Хит-парады Во все Ротации Ну в его Сольном исполнении Но более того Она попала во все Новогодние огоньки И это было для нас Большим счастьем Он везде нас с собой таскал Мы попали Все новогодние Истории увидели изнутри Все И надо же случиться Что именно в этот год Эти новогодние огоньки Были признаны Чуть ли не баллом сатаны Вывесили расстрельные списки В социальных сетях И группа Ромарио попала Вот в них Мы-то за что Мы-то пиво Только-только дошли Мы не 50 лет там поем Потом одна очень уважаемая газета Сделала рейтинг Самых достойных песен Огоньков И без варежек Их возглавила Для нас тоже такое было приятно Они нас так отмазали Это я к чему рассказываю Потому что есть эпиграф В этой песне Может быть на небе Мои бабушки Видят голубые огоньки Напекут из облака Оладушки И с воздушным тестом Пирожки Райский чай заварят Всем апостолам По небесной кухне Семеня А потом рукой ударят По столу Видя в телевизоре меня И с утра обсудят все на радужке Музыку Прическу Башмаки Может быть на небе Мои бабушки Видят Голубые огоньки Этой зимой Сердце нашего города Рядом со мной Ты не чувствуешь холода Только со мной Тебе даже без варежек Стало теплей Радио в такси Хотя и кажется бездонным Шансов меньше, чем в лото Я все жду, Маккарни Ты согласна на Мадонну Но звучит совсем не то Если вдруг водитель сбился С правильного курса Если в пробке вновь стоим Даже если радио забыло наши вкусы Надо громко петь самим Этой зимой мы по-прежнему молоды Нет, не домой По вечернему городу Учимся в такси Не особо считая минут и рублей Этой зимой в сердце нашего города Рядом со мной Ты не чувствуешь холода Только со мной Тебе даже без варежек Стало теплей Тысячам знакомых отвечаю Каждый день я Как зимой себя согреть Если сел с любви мою На задние сиденья Вместе начинайте петь Этой зимой мы по-прежнему молоды Нет, не домой По вечернему городу Учимся в такси Не особо считая минут и рублей Этой зимой в сердце нашего города Рядом со мной Ты не чувствуешь холода Только со мной Тебе даже без варежек Стало теплей Это и зимой Даже без варежек Стало теплей Стало теплей Нам стало теплей Этой зимой Вам стало теплей Этой зимой Всем стало теплей Этой зимой Всем стало теплей Этой зимой Эти песни согревают Ромарио в концертном зале Рома, ну раз мы на Ромы Я так подумала, что я могу так обращаться к вам И даже загадать желание Да, ну это потом после программы Да, я хочу спросить Мы стали говорить про твою семью замечательную Про супругу Она на сегодняшний день является бьюти-директором журнала ВОК России Она, кстати, находится в дикарете Ну да, потому что двое замечательных деток, друзья И очень оригинально в данном случае подошли родители Маргарита и Роман Они назвали дочку и сына Маргарита и Роман Мы это называем центр клонирования семьи Ну молодцы, на самом деле Ну что, если красивые имена, правда, надо их множить Талантливые, красивые люди, надо их множить Да, теперь вот есть две такие Маргариты, два таких Причем мы получили действительно копиями Подожди, как, то есть Маргарита копия Маргариты получилась? Да, Ромаша копия Ну надо же как Чем занимаются детишки? Скажи-ка, папа Вот сегодня в 8.20 проснулся, в 9.50 отвел в садик Маргоша у меня есть на самокате В смысле я на самокате она стоит держится А я Ромашу сажаю сзади, у меня такая есть переноска Вот, и Ромаша сидит в переноске Вот мы едем по улице Малая Бронная Это такая велодорожка, если мы так вот едем И все ее на нас смотрят и улыбаются Каждое утро Какие молодцы Но у них уже заметные музыкальные способности какие-то? Да Но нужно, конечно, заниматься И в первую очередь нужно мне этим заниматься И я все время об этом думаю Но дома очень лень Ром, скажи, пожалуйста, ленивый папа Будешь ли ты писать песни для детей? Да, я уже... Мне кажется, у Рома такие универсальные все песни Что ты писал, но у меня сейчас есть одна мысль Я хочу такое сделать, да, дуэт с Маргошей Там песни про папу и дочку В общем, у меня какие-то уже... Но я так пишу очень долго То это все от замысла до вот уже записи Как раз она уже запоет профессионально Да, да, она уже школу окончит как раз к этому моменту И мы на выпускной К воспитанию как подходите? Какие-то секции планируете бесконечные? Я думаю, секты спросите Секции, кружки, центры развития ребенка С какой интенсивностью? С интенсивной достаточно Но в садике очень много дополнительных занятий Я всячески, конечно же, противлюсь Я вообще очень добрый папа И я очень люблю, чтобы дети спали Не люблю, чтобы их будили Не люблю, чтобы их напрягали чем-то Сам их балую Покупаю подарки Постоянно наталкиваюсь на вулкан Ураган непонимания Со всех сторон Я один борюсь Несу огонь, как Прометей А все клюют мне печень, как пелась в одной песне Прометей, неси огонь музыки в наш эфир Следующий трек мы смотрим, слушаем Что это за произведение? Очень жизнеутверждающее Маленькое совещание Да, да, совещание окончено Совет директоров И основные акционеры приняли решение Спеть вот такую песню С эпиграфом опять же Что же, чтобы в два раза не вставать От шума и пыли больших городов А может быть от собственной беспечности Мы словно забыли о том, что любовь Мгновение, оказавшаяся вечностью За нас утверждают маршруты пути Оправдывая шабаш всякой нечисти Но в нас побеждает желание найти Мгновение, оказавшееся вечностью И жизнь, как обычно, летит мимо нас А нам, как всегда, говорят не о том Но если мы счастливы здесь и сейчас То мы будем счастливы там и потом В городе счастливых людей Не надо ни часов, ни машины Там просто никогда не спешили Успевая везде В городе счастливых людей Где чувства умножаются на три Все ходят каждый вечер в театры А наутро в музей Ведь жители того городка Знают то, что жизнь городка Любите искренно, дружите преданно Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла wraщайте Быстро, но целуйтесь медленно В городе счастливых людей Все девушки красивые внешне В нем столько доброты И, конечно, гениальных идей В городе счастливых людей Светлее песни новых кумиров Роднее продавщица пломбиров А пломбиры вкусней, а пломбиры вкусней Ведь жители того городка Знают то, что жизнь коротка Ла-ла-ла-ла-ла Любите искренно, дружите преданно Ла-ла-ла-ла-ла Прощайте быстро, но целуйтесь медленно Ла-ла-ла-ла-ла Любите искренно, дружите преданно Ла-ла-ла-ла-ла-ла Прощайте быстро, но целуйтесь медленно Ла-ла-ла-ла-ла-ла Любите искренно Ла-ла-ла-ла-ла-ла Дружите преданно Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла Прощайте быстро, но целуйтесь Медленно В городе счастливых людей Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шакал Друзья, у нас сегодня очень романтическое настроение И все потому, что в концертном зале команда Ромарио Мы слушаем потрясающие, позитивные, очень светлые песни Да, и мы, конечно, собираемся на концерты группы Ромарио Хотя на один уже не попасть, потому что билетов нет Который 30-го пройдет, а вот на 31-й Ромарио сказал, что есть еще какое-то количество 31-й попасть, да Попасть, это театральный центр на Страстном Наш любимый концерт, который называется «Симфонический квартирник», где помимо группы Ромарио У нас еще струнный квартет «Аристократ», четыре красивейшие девушки Играющие красивейшие оркестровки, написанные всеми нами Но еще одним нашим другом Сашей Пантыкиным-младшим, который будет играть на рояле В общем, это прямо-прямо такой плюс Театральная студия 307 будет проводить внутреннюю драматургию Что-то для нас это загадка у нас Вот генеральный прогон будет через неделю Очень волнуемся, надеемся, что у нас замысел все равно мы принимали участие Снимать будете, Ром? Опять Зачем вы это спросили сейчас? Страшные слова, плюс здесь какие-то Надо, конечно, но я не могу начать об этом думать Так, тогда я предлагаю, ребята, нам вот о чем поговорить У нас осталось не так много времени, а очень хочется еще исполнить две песни Потому что мы прямо сегодня ждем по максимуму от вас Поэтому как, может быть, мы сейчас успеем спеть прямо сейчас еще одну Потом немножко поговорим и еще спеем А мы поезда сейчас спеем Поезда Просто у нас есть песня, в которой... У нас вообще ребята все внутри концерта поем Как-то на меня сегодня сильный был уклон И никто не успел нас петь сольно У нас есть песня, где все поют по чуть-чуть Может быть мы так это... Заодно снова познакомим В секцию, кто сейчас включил Каман, ну, смотри, про Марио, да Очень экспериментальный номер Как раз вот Александр Фомин для вас сегодня играет на Кахоне И вот Чаймс Брау, Саша, брау Знаете, вот этот волшебный инструмент Любая песня Алсу начинается и заканчивается с этого звука Девушки, всегда у них бегут мурашки И мы решили внедрить его в нашу группу Ну, так же Кахон Вот эти вот тарелочки Артем Вячеславович Сергей будет играть для вас на бас-гитаре сегодня Все равно никогда не слышишь, ты можешь не стараться Да, я да Слышно, все слышно А Калямба вот этот наш холостой бородач будет играть на... Имитировать джазиста 30-х годов чикагского, да, пожалуй, вот так вот, да Бледноват Санечка, бледноват Начинай Распахнулись небеса Перед взлетной полосой Мы необратимо набираем Код Десять-двадцать на часа Страх сковал мое лицо Дайте выпить Что-то я совсем Плохой Только строгий экипаж Не позволит эту блажь Артем Вячеславович, поджигай Липкий чай, допив едва Вновь сижу, как на еже Этот вязкий голод мне давно Знаком Екатеринбург, Москва А нет терпения уже Вот бы затянуться сладеньким Дымком Только строгий экипаж Не позволит эту блажь Колямба Че там дальше Не уняв табачный зуд Курс держу на туалет И плыву красиво Меж рядов скользя Девушка, вас как зову Я бы с вами дед надед Что же это тоже на борту нельзя Отправляясь хоть куда Выбирайте поезда Отправляясь хоть куда Выбирайте поезда Санечка, ну-ка сыграя соло на кахоне Такого еще свет не видывал Отправляясь хоть куда Выбирайте поезда Отправляясь хоть куда Выбирайте поезда Отправляясь хоть куда Да, друзья, РЖД эту песню Должна ценить Вы даже не представляете, как они любят Хурриганы А участники группы Ромари Должны быть, наверное, почетными пассажирами Вот у нас почетный пассажир Ребят, огромное спасибо Скажи, пожалуйста, Ром, ты мыслишь Альбомами, синглами Хотелось бы понять, в это время как В это время синглами, к сожалению Но мы отмыслили тремя альбомами уже Потому что все три наши предыдущие Пластинки, они были концептуальны Именно альбомные Вот, но сейчас Сейчас мы сделаем какой-нибудь The Best Потому что это очень популярно в iTunes И очень много скопилось песен Просто вот сингловых Я думаю, что мы Какое-нибудь придумаем это название И будет четвертый альбом Расскажи, пожалуйста, Совсем коротко про свою легендарную гитару Хотя бы сколько лет А видно, что она повидала Немало городов Она рабочая с Артемом Вячеславовичем Сергеевым Да что вы говорите Да, да, да Очень красивая И продолжаются ли Вот здесь Так и я Множится наклейки Наклейки, да Мы можем подогнать Нет, уже все Они пока что Оптимальное сочетание Временно остановлено Наклейку Прием наклейка Чтобы не переборщить Ром, спасибо огромное тебе Спасибо большое Твоей команде Замечательной группы Ромарио Друзья, 30-го, 31-го октября Концерты в Москве Смотрите внимательно на сайте Есть вся тоже информация Обязательно, если есть возможность Такая сходите У нас прям есть Совсем чуть-чуть времени Мы споем или договорим Да До начала часа Споем Отлично Группа Ромарио, друзья Любите, слушайте Ее нужно принимать до вечера Скоро бурные выходные Она вам всем очень поможет Все для здоровья Ой, как это нужно, да Помогите нам Улетай, мое похмелье В те забытые края Где с утра поется блюз И пьется ром Вроде сел давно на мелья Но вчера зашли друзья Ни какао же глушит нам вчетвером Вроде сел давно на мелья Но вчера зашли друзья Ни какао же глушит нам вчетвером Улетай, мое похмелье Выдыхай вчерашний дым И забудь про ту, что впредь Не извинит Не дразни меня портфином Не гони за разливным Кока-колокол Вовсю по мне звонит Не дразни меня портфином Не гони за разливным Кока-колокол Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok